Приветствую, друзья! Сегодня будем делать замеры 0100 моей BMW 318i с трехцилиндровым мотором 136 лошадиных сил на автоматической коробкой передач. Те, кто не смотрел предыдущие серии, я уже делал замеры этого автомобиля. Дело в том, что BMW заявляет, что этот автомобиль разгоняется за 9,1 секунду. А в некоторых буклетах есть даже данные, что эта машина разгоняется за 8,9 секунд. Я разгонял этот автомобиль в разных режимах, но так и не смог даже влезть в 10 секунд. Точнее, у меня было самое лучшее время 10 секунд. Но кто не смотрел дубль номер один, я вот оставлю в описании. Посмотрите, в прошлый раз испытания я проводил на 95-м бензине, в принципе, как я езжу обычно. А в комментариях мне написали несколько человек, то что замеры немцы производили именно на 100-м бензине. Мне нужно заливать 100-й бензин и, скорее всего, я паспортные данные получу. И как раз сейчас я вторую неделю уже заливаю 100-й бензин. Бензина осталось на 80 километров. Ни полбака, ни полный бак. То есть вес минимальный. Так же, как в прошлый раз у меня есть детское сидение, багажник пустой. В принципе, в машине ничего не поменялось. Условия стали даже лучше, если можно так сказать. Потому что на улице минус 6 градусов. И у меня до сих пор летняя резина. Хотя сегодня уже 22 ноября. Плюсом еще идет то, что я перепрошивал коробку передач. Перепрошили на спортивную. В обычном режиме у меня будет все равно спорт-коробку. Спортивная коробка передач переключается быстрее. Но скажу от себя, что разницы я никакой не заметил. Собственно, так же, как и перешел на 100-й бензин. На эту тему мы в конце порассуждаем. А сейчас попытаемся показать все-таки паспортные данные. Поехали. Из прошлых серий мы поняли, что машина разгоняется лучше на ручном переключении передач. Крутить до красной зоны не имеет смысла. Ну, в принципе, до красной зоны эта машина и не крутит. Мы попробуем сейчас. Поставим на комфорт. Одним нажатием выключим трекшн. Сразу переведу коробку на ручное управление. Буду переключать примерно на пяти с половиной. Тут все равно есть задержки. То есть я ручку тяну, а переключаю где-то через одну секунду. Ну, может, не через одну секунду. В общем, с задержкой переключает. Переводим на D. Переводим на ручное управление. Пропущу машины. И тронемся. Вот сейчас после легковушки. Поехали. Ах, опоздал чуть. Ну и на третий будем добивать. Сейчас посмотрим. 10,6. Мне показалось, даже машина пробуксовывала чуть-чуть. Пришлось с той трассы съехать. Интенсивное движение. Так, ну вот сейчас попробуем. На обычном режиме. С одной педали. Раз, два, три. 10,5. Давайте сейчас еще раз попробуем. Выключим трекшн. С одной педали. Раз, два, три. Дубль номер три. 10,6. Мне еще, конечно, порекомендовали с двух педалей стартовать. С двух педалей вообще неохота мне стартовать. Насиловать машину неохота. Но чувствуется мне, что сегодня мы все равно не сможем показать паспортные данные. Хорошо будет, если сможем показать хотя бы 10 секунд, как в прошлый раз показали. Давайте попробуем трекшн выключить удержанием. Также с одной педали. Так, выключили целиком. Ставлю на ручное управление. С одной педали. Поехали. Это у нас дубль номер три или четыре. Вот 10 секунд мы показали. Трекшн выключили полностью. Кстати, давайте попробуем на режим спорт поставить. Не спорт, а спорт плюс, который мне как раз-таки прошили в прошлый раз. Продуемся, как мне опять же порекомендовали в комментариях. Буду стартовать с одной педали в режиме спорт плюс. Автоматическая коробка в обычном режиме. Кстати, давайте тоже переведем в спорт коробку передачи. Перевел в коробку передачи спорт. Находится автомобиль в режиме спорт плюс с одной педали. Раз, два, три. У меня такое ощущение, как будто я коробку, когда перевожу спорт плюс в спортивный режим, как будто передерживаю коробку. 10,2. А давайте в обычном режиме. То есть коробка у меня сейчас в обычном режиме. Автомобиль находится в режиме спорт плюс. Раз, два, три. 10,5. Ставлю режим комфорт. Трекшн полностью вырубаю с удержанием. Коробка переключена на ручной режим. Ну и попытаемся еще раз. Как мы видим, ни перепрошив коробки, ни сотый бензин, ничего и не дает. Даже холодный воздух на улице минус 6 градусов. Раз, два, три. Попробуем то же самое в ручном режиме. Стабилизация полностью выключена у нас. Раз, два, три. 10,4. Буду пробовать с одной педали. Стабилизация полностью выключена. Ногу тормоза буду держать левой ногой в этот раз. Переключу опять же на ручной режим. Самый лучший режим для нас. Буду переключать в районе 5000 оборотов. Раз, два, три. Да нет, 10,5. Ну, смысла нет, друзья. Гонять машину... Ну, нет. Нет разницы, что я заливаю сотый бензин, что я... Что на улице минус 6 градусов. То есть стабильно, как вы будете стартовать со светофора. Приехали, подъехали к светофору, стартанули. Ну, примерно 10,5-10,6, наверное, будет. Вот. Так что гонять машину смысла не вижу. Ну, ладно, с двух педалей стартанули. Ну, ладно, 0,2 секунды выиграли бы. Наверное, я так думаю. Неохота машину гробить из-за этого. Ну, наверное, на этом тему закроем. Чиповать я машину не собираюсь. В прошлый раз сгоряча сказал, что я задумался о чиповке. Ну, на самом деле, мне это совсем не нужно. Двигатель, тем более, этот не выдерживает чип-тюнинги. Уже есть случаи, когда этот двигатель разваливался. Я выбираю надежную езду. Вот я и разогнал свой автомобиль на сотом бензине. 0,100. Как мы видим, разницы никакой нет. Что я заливал 95-й бензин, что я заливал 100-й бензин. Кстати, заправлялся в лукойле. Я всегда эту машину стараюсь заправлять в лукойле. На улице минус 6 градусов. До сих пор у меня летняя резина. Коробку перепрошивали на спортивный режим. Но я подозреваю, что этот спортивный режим, он у меня уже был до этого прошит. Потому что мне бывший владелец уже говорил, что он заливал сюда новую прошивку какую-то, потому что ему не нравилось, как работает этот коробка. Я подозреваю, он как раз сюда заливал именно вот эту спортивную прошивку. Если меня кто-то смотрит из Казани, напишите мне на электронную почту. Я электронную почту оставлю в описании. Давайте попробуем замерить вашу машину. Возможно, у меня с машиной какие-то проблемы. Не знаю. У меня версий других нет. С двух педалей стартовать я вообще смысла никакого не вижу. Потому что я в прошлый раз стартовал с двух педалей. У меня показал такой же результат. 10,2, по-моему, если не ошибаюсь. А даже с одной педалью у меня получилось разогнать машину за 10 секунд. Так же, как и сегодня. Паспортные данные я даже близко не смог подобраться к ним. В среднем эта машина всегда разгоняться будет за 10,5 секунд. На этом все, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok